Всем привет, ребята! Новый выпуск прямо сейчас. Вы посмотрите, да где в городе Полеск. Это мой родной, просто городище. Вы не представляете, я здесь родился, 22 года жил. Поэтому, прежде чем мы начнем весело общаться с жителями Полеска, небольшой экскурс в прошлое по моей биографии. Здесь я учился. Здесь я впервые узнал, что такое деньги. Здесь я впервые поругался матом. Здесь я впервые подрался. Здесь я впервые побывал после того, как впервые подрался. Здесь впервые я никогда не был. Здесь я впервые занялся спортом. Здесь я впервые напился. Здесь я впервые потерял девственность. Здесь я второй раз потерял девственность. А здесь мы начинаем новый выпуск проекта ОК Гуревск. Поехали! Кого я встретил? Полеск, я уже говорил, что это мой родной город. Это Инна, она одноклассница моя. Расскажи, что поменялось у тебя. Замуж выходила, разводилась. Такое хобби вообще. В таких городах, как Полеска, это хобби. Типа, что делаешь? Жениться, разводиться. Два раза. Вообще, кого-то видишь из наших? Сейчас я людям вообще не интересен стал, мы просто мы же с собой общаемся. Все живы? Нет, никого не вижу. Все живы вроде, да. Помнишь, нам говорили, что у нас самый дружный класс? Да, помню. Это всем так говорят? Самый дружный класс. Вообще, нахер всех забыли. Ну, ты сейчас выглядишь, как будто ты учишься девятым сейчас. Сейчас тебе ОГЭ сдавать. Я небольшой секрет, можно расскажу? Давай. Я был влюблен в Инну, короче. Да, во втором классе. Видишь? Ты пацана потеряла. Давай сделаем небольшой тест на дружность, да? Нам говорили, что мы дружный класс. Давай вспомним всех наших одноклассников. Давай. Погнали. И это. Самого крутого вспомнил? Самого крутого в однокласснике. Руслана Дадашев, конечно же. Списывала у него. Золотой медалист. То есть я ей давал, а она мне нет. А потому что я выглядел вот так в одиннадцатом классе. Пожалуйста. Все, спасибо тебе большое. Котят, не души. Хорошо. Все. Добрый день, а можно немножечко вопросов вам задать? А мы не вам, мы прямо идем. Мы же вот, мужчина стоит. Что вы сразу? Здравствуйте. Я заметил, что ты вот ходишь вот так. Это значит, что ты самый модный человек. Что поменялось в городе за последнее время? Вот два года назад мы здесь снимали. Вообще тут положили тротуарную плитку разную везде. Ну, облагораживают город. Парк вырубили, собираются. Парк вырубили, нормально. Ну, короче, улучшает город. Ну, когда парк вырубает, это обычно, да. Современно делают. Что больше всего нравится там город? Все отлично. Троян хороший у нас очень. Кто это? Это глава администрации. Как его фамилия? Троян? Троян, да. Такой вирус был раньше в компьютере, знаете? Троянский вирус. Ну, знаю. Но все-таки он что-то делает для Полеска. И очень много... Это вот рядом он с вами сидит? Это вот... Нет, нет. Нет, я не рекламирую Трояна. Это наш сын. Сын? Да. О, нормально. Это все благодаря Трояну? Нет, вот благодаря ему. Не сильно мы вас задерживаем? Не отвлекаем вас? Нет. Там сзади пробка уже небольшая просто. Ну, пофиг. Они только завидуют. Вот, за это я и обожаю Полеску. Немного общения с вами. А что за канал? Канал Окей Гуревск на Ютубе. Нас смотрит миллион людей, но подписано только 10 тысяч. Ладно, вы что от меня хотите, я поеду тебе говорю? Про Полеску снимаем. Полеску вообще ничего не нравится. Тут вообще ни о чем город. Пацаны, вы такие молодые, красавчики. Девчонки как здесь. Ну, девчонки и так себе. Нет, тут на самом деле, что хорошо здесь, отдыхать нормально. В этом залив, молив, который есть же там. Вот она нормально. Как называется залив-молив? Я не знаю, я просто мне место, пацаны. А у тебя машина-машина? Не получается. Там же буквы М, залив-молив, машина-машина. Чем вы занимаетесь, парни, вообще просто по жизни? Хозяйство у меня. Коровы, морозы, все, держу. То есть ты любишь как бы с телочками тусить? Это девочки наши идут, ладно, мы поехали, мужики. Маши девочки? Да. Ты говорил, что нет девушек. Вот они уже. Он только что говорил, что ищет девушек, если что. Все, у вас будет серьезно. Я не говорил этого. Говорил же, да, такое? Я сомненно тебя туда отвезу. Да. У вас что-то сегодня будет. День рождения, друга. День рождения, друга. Реально днюха у тебя? Поздравь, друга, прям. Не в газете «Полецкий вестник», а на ютубе. Никита. Никит, брат, снюхай тебя. Всего тебе самого наилучшего. Мы тоже скоро будем на ютубе, так что, ну. Что будете делать? Обзор на пиво? Да, конечно. Что подарили Никите? Ничего пока что. А у тебя есть девчонка? Да. А дай тоже девчонку свою. Пусть две девчонки будут у Никиты. Да, конечно, базара мало. Ну, типа, моя девчонка, твоя девчонка. Ну. Еще раз нюхай тебя, Никит. Я прям даже руку пожму. Спасибо. Все, мои вирусы, твои вирусы. Про город что-нибудь. Город растет, живет. Куда растет он? Ну, не знаю. У нас там новостройки, по-моему, где-то везде подстраиваются, не подстраиваются. А мы общались с тобой? Да. А, так ты была в выпуске. Что нужно сделать, чтобы завоевать полецкого мальчика? Наверное. Покурить травы. Те, кто-то что-то писал после того, что мы тебя видели? Ну, прикалываюсь надо мной, конечно, много. Как ты поразил ее? Мы оба начали чувствовать, скорее всего, что-то друг к другу. Ну, ты покурила травы, наверное. Нахлайва. А то, что ты его выше, вас это парит? Ты же выше немножко. Да, ну, вроде мы одного роста. Не-не-не, подстаньте вместе, встаньте вместе. Присядь чуть-чуть, присядь. Вот, она выше. Как вы с этим справляетесь? Есть какие-то комплексы? Целоваться удобно. А с ней? С ней вообще класс. Мало кто знает, что в этом здании сидят люди, которые ведутся на рекламу ставок. Гитара в руках. Вы творческие люди? Ну, такое, да. Получится у вас сыграть? Ну, я только начинающая, не знаю. Давай попробуем, попробуем. Мы тебя поддержим. Ой, а можно попросить? На секунду мы поиграем и потом включите. Давай, на здоровье. Спасибо огромное. И вот... Мы с вами пообщаемся сейчас, с вами пообщаемся. Рекламу можешь вам здесь сделать? Заказывайте на свадьбы, на мероприятия. Ну, можно. Как тебя зовут? Таня. Таня, давай придумаем какой-нибудь крутой такой псевдоним. Таня Водокачкан. Таня Водокачкан. Да, я полностью солидарно, очень хороший гикнейм. Вы наводите порядок в городе? Вы мэр? Не в городе, я не мэр, но навожу своего дома порядок. Город Полеск, чем нравится вам? Здесь я живу спокойно, тихо, меня никто не трогает, я тоже никого не трогаю. Понятно, никто не полезет с этой штукой. Грохну, однозначно. Сколько уже могилок у вас начало? Не говори никому только. Никому это не записывается. Я здесь родился, здесь может быть и что? Убью кого-нибудь. Это правильно, это правильно. А у вас сколько просмотров вообще? Ой, а сколько вам надо? Примерно, чтобы вы нас зауважали. Ну, 600 тысяч есть, нет? Блин, нет. Нет, вы только начинаете. Ну как, мы заканчиваем уже. Вы не местный, вы шпион какой-то. Да. У вас какой-то бункер есть по-любому дома. Вы опускаетесь туда? Да. Это вы хотите чипировать людей сейчас всех? Вы догадливы вообще? Особенный какой-то мужчина попался мне. Как есть девочки, кстати, в Полеске? Вот с опытным мужчиной хочется смотреть про девушек. А девочки как везде? Что нужно девочке? Какая газонокосилка подлиннее. Правильно. Только в другом месте где-нибудь, да? Да. И портмоны, да, пошире. Они рождены для чего? Для того, чтобы родить кого-то. Правильно. А для чего мужчины рождены? Чтобы делать так, чтобы женщины рожали. Ну вот, на этом я стою. Вы много женщин осеменили? Я же не бык, ассинизатор, боже мой. Привезли меня с Европы, чтоб коровок ублажать. Давай, гудбай. Друзья, спокойно, спокойно. Мы все еще в Полеске. Это центр, вещевой рынок, тоннель моды, версия Полеск. Поехали. Вот она, вот она, Полесская мода. Будьте добры. Вот так вот. Можно вот так вот. Ну, по традиции нужно узнать просто мнение жителей. Модно я выгляжу или нет, как считаете? Ну, не держите себя, скажите, что это восхитительно. Чересчур. В целом нормально вообще. Нет, еще меня смущает газетный сверток у тебя в суде. Это повестка дня. Мы просто актуальны всегда. Как я выгляжу? Нормально? Шикарно, нет, не нормально. Ой, а что? Шикарный сперва сказали. Ну, шикарный, вот, красавчик такой. А вот снизу не шикарный очень. Да, да, да. А мы вернем вообще эту одежду? Как вам мой внешний вид? Нормальный вид, а что? Что вообще про город, можно сказать? Про Полеск, что нравится? Ничего не могу сказать, потому что не местный. Северо-Байкальск. Северо-Байкальск. Где моднее одеваются люди, стильнее? В Северо-Байкальске или вот здесь Полеске? В Северо-Байкальске надеваются нормально. А здесь модно? Там нормально, а здесь так. А здесь модно. Модно я выгляжу или нет? Отлично, супер. Саппи так одевались бы? Конечно. Вы так и одеваетесь, кстати. Поговорим о трендах моды. Как считаете, нормально я выгляжу? Пойдет. Я подхожу такой. Маску, оденьте. Маску, правильно. Оденьте маску. Сейчас, у меня где-то была маска. Молодой человек. У меня здесь еще штаны. Это не то, о чем вы подумали. У вас там еще одна мода. Как говорится, все через одно место. Итак, имитируем ситуацию. Вот вы давайте отвернетесь, как будто вы меня не видите. Девушка, добрый день. Вашей маме взять не нужен? Нет, он уже есть. Все, спасибо, до свидания. Это человек, который выше меня. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про Полеск мы снимаем. Даже не знаю, город маленький. Для тебя все маленькое, в принципе. Люди, в принципе, противные. Почти все врут. Когда, пацаны, раз тебя соврали. Говорили о любви. Тут же есть бар. Ну и 10 телок побывало у этого пацана сразу. 10 телок одновременно? Да. Коровы, морозы, все движения. То есть ты любишь как бы с телочками тусить? Он посмотрит это видео? Наверное. Филип, дадим ему привет. 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 Сама чем занимаешься? Учусь здесь, в Шарашке. Занималась ММА. Дралась с кем-нибудь? Нет, я не дралась. Покажи, какой он прием на мне? Ну, какой он жесткий такой. Нет. А потому что ты врешь, что ты занимаешься ММА. В Полеске все врут. Ты хотел проще. Меня как будто бы изнасиловали сейчас. Я потом вернусь еще с девятью пацанами. Да, хорошо, давай. Тебе надо в модельный бизнес еще, на самом деле. Я приходила в модельный бизнес. Я пришла. Я весила тогда... Я тоже хочу так все интервью делать. 60 килограмм. И мне сказали, что мне надо похудеть еще на 10 килограмм. Покажи нам мастер-класс дефиле. Давай, сперва ты, потом я пойду. Теперь я? Давай. Надо было еще вот так. Мы наблюдаем за вами уже несколько минут. У вас какая-то небольшая проблема, судя по всему, есть. Распутаем леску, нет? Не хотите? Поможем вам? Да я сам люблю распутать. Не хотите, наверное, общаться, да? Ну, нет, пообщаться хочу. Как раз пока распутываете леску, мы пообщаемся. Все, вы распутали леску. Получается, диалог заканчивается. Да? Это карась? Да. Поймали сами? Да, на удочку. Можете обратиться ко всем полещанам, которые посмотрят? Просто какую-нибудь финальную фразу, и мы закончим. Нет, давайте через полчасика. Через полчасика подойдем еще. Поймайте побольше карася, обещайте. Постараюсь. Все, через полчаса мы здесь, мы проверим. Как вас зовут? Александр. Александр. Все, мы подойдем к вам обязательно. Снимаем. Че торжешь сразу? Еще ничего не началось. Кто у нас круче боец без правил? В плане в России или вообще? Вот из вас двоих. Можно не обсуждать. Поэтому у него, да, флаг России. Кто побеждает, то он переклеивается. Флаг России. Про город сперва поговорим. Про Полецкий. Я здесь два года назад снимал. Что поменялось за это время? Ничего, бичи одни. А у вас самих бывает такое состояние бичевое иногда? Нет, нет, нет. У нас такого нет. Вы не пьете, реально? Нет. Как жить в Полецке и не бухать? Не знаю. Я занимаюсь, хочется примером быть людям. Если я синий буду обрыганный ползать, я думаю, это... Ну ты и синий, кстати. Ну, в другом. Не обрыганный. Не обрыганный, да. Вы занимаетесь спортом. Хотели бы когда-нибудь книгу свою написать? Что-нибудь такое прям, чтобы оставить после всякого наследия? Да нет, мне как-то книга. Но если вот ты написал бы, допустим, автобиографию, про кого ты ее написал бы? Да не знаю. У меня друзей таких нет прям суперизвестных. Но есть там ребята хорошие, спортсмены. Ну, про кого-нибудь написал бы автобиографию? Да не знаю, не про кого писать, честно. Ты меня не будешь бить? Мы через 30 минут договаривались, что спросим у Александра, что же он поймал. Он обещал карася побольше поймать. Нету Александра. Не видели Александра? Я уже... А? Вот он. Не видели? Александра не видели? А, вот он Александр. Ничего себе, какой фокусник. Смотрите, как появился в кадре. Александр, вы обещали. Мы 30 минут ждали, ничего не делали. Жизнь остановилась. Все наблюдали за тем, как вы ловите карася. Поймали побольше карася? Нет, поменьше немножко. Поменьше. Ай. Что, еще через полчаса надо подойти? Через часик. Через часик. Все, мы будем через часик. Вы здесь будете? Да. Мы придем. Мы верим в Александра. Через час. Привет. Надо было так, чтобы ты веселая, мы общались с тобой. Давай попробуем. Ты думаешь, я долго проезжала? Да, вот тут спортсменка, судя по всему. Давай. Переснимем. Здравствуйте. Можно пару вопросов? Салют? Да, только вот так вот прям. Отлично. Интервью будет очень короткое, буквально вопросов 20. Вы занимаетесь спортом? Да. И я предлагаю тебе позаниматься со мной. Меня только что девчонка воткнула. Я хочу позаниматься с тобой, втащить ей. Найти ее и втащить. Нет, такому я не преподаю, но можно это, подкачаться. Попу тянем назад, грудь вперед. У меня нет груди. Ну, у тебя тоже. Ну, ладно. Оп. Давай другое пространение, мне это не нравится. В смысле другое? Давай другое. Где вот это все? Вот это вот стоим, крутим головой, вот это физкультура. Поехали. Раз, два, три. Вот, что нельзя было сразу такие. А мяч когда дадите? Когда выше балла будем играть? Раз, два, дать мне ногу, не выпрямляй так сильно. Я устал. В смысле ты устал? Давай, ладно, сделаем отжимание. Да. Есть вопрос? Что такое планка? Ну, ты не настолько тупой прям. Не, ну видишь? Планка это когда вот такая вот типа штука. Не придумал шутку. Да. Планка огонь. Смотри, ты пока стоишь, да? А я делаю упражнение. Давай, давай, нормально. Команда. Заходите ко мне, я вас научу быть красивой. А что я себя не научила? Ну, ты скотина, блядь. Я, спорт, наверное, не мое. В каждом выпуске по традиции должна быть звезда города. Вот, но, к сожалению, в Полеске мы не нашли ее. Вот, поэтому Роман, ты отец, ты муж, ты сын. Все, что я протестаю? Ты лучший друг, просто. Вот, если что, я могу рассказать. Видите, у меня тоже блог. Покажите, вот, блогер, видите? Блогер Роман Экей. Экей Игоря. Мы сейчас как раз стоим возле этого замечательного здания. Да, 13 века. Это замок Лобиаум. Вот. У нас здесь музей. В 93-м году он был создан моим отцом. Я продолжаю его начинание, его детище. Да. У нас внизу там подвал. Вот. И там камера пыток. Мне не нравится твой проект. И я предлагаю пройтись. Но уже первая пытка, потолки очень низкие. То есть, ты уже мучаешься. Толщина стен полтора-два метра. Основной материал, это был камень, песок, известь. Ну и самое главное, это яичный белок. Так же могло применяться в камерах пыток для пытками к каленым железом. Либо для утопления человека, который спривязывается к беремке. И могли в этой же клетке поможить. С того же моста, либо если стена позволяла, подберу. Калодки. Либо же по-другому позорный столб. Применялась так же в камерах пыток. Человек стоял не совсем ровно. И ему было неудобно. Ну как в Полесской маршрутке. Как в Полесской маршрутке. Ну неудобно, типа, посидишь там. А, ну если да, если полностью в час пик ехать, то да. Действительно, Ром, ты прав, была эта камера пыток. Самая главная пытка была дослушать этого молодого человека. Не, на самом деле интересно. Здравствуйте, Александр. Мы через час подошли, как и обещали. Поймали? Нет. Такого, да, карася? Например, такого поймали бы? Вот такого. Не, он больше показывал. Там был карась. У нас видео есть. Сейчас давайте мы переснимем. Быстренько подойдем. Прямо сейчас, вот, Александр. Он поймал большого карася. Опа, смотрите, какой карась. Смотрите, какой карася поймал. Огромного Александра. Молодец, сдержал свое слово. Сдержал. Вот такого поймал. Да вот, большой же там, по центру. Большой же. Да, да, да. Друзья, выпуск, судя по всему, подходит к концу, потому что пицца... Откуда? Ну, давай скажи, ты просил. Хижина рыбака. Ром, знаешь, как мы закончим? Да говори. Как? Знаешь, как Ром я предлагаю закончить? Как? Как я предлагаю закончить этот выпуск, Ром? Знаешь, как? Если я... Да не, не, я скажу про песню. Все, давай заново. Когда мы снимали до этого в Полеске, мало кто знает, что показывали виды города мы под твою песню, которую ты специально записывал для нас. Она была про Полеск. Попробуем опять восстановить все эти слова, и после этого мы закончим наш выпуск. Эй, даже если я уеду, все равно я буду помнить детский смех своего двора. В нем моя родина, мои друзья, коллеги, моя любовь к родителям, природы, красота. Орлиный мост, отрей мы в лес, до боли родной город Полеск. Это мой дом, ты мой любимый город. Орлиный мост, отрей мы в лес, до боли родной город Полеск. Это наш дом, ты мой любимый город.